Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Мы что-то закусились с ней, подрались, она мне просто берёт вот так вот, вцепляется в волосы и выдирает мне кусок волос, прикинь. А знаешь, что училка сделала? Училка собрала эти волосы, положила в корзинку, вызвала наших родителей и потом показывала вот эти волосы, выдранные родителям. Ну это, говоря, капец был вообще, не школа, а какая-то, я не знаю, игра на выживание. Какие волосы? Мы сейчас говорим про то, какой за год для наших лиц строить. Какие волосы ты мне сейчас рассказываешь? Кто тебе что выдрал? А, да, а, что-то, а, я перепутала мероприятие. Ну так ладно, что, пошли тогда будить этих спящих. Так ладно, ты мне не горела, потому что тебе в школе кто-то волосы выдирал, только сейчас сказала. Ой, что со мной в школе только не было, пойдём. Так ладно, давай заходим, будем, здесь у нас живёт Херейт, всегда рад гостям. Видишь, какой добропорядочный, добрый, вот это, приятный человек. Попрюм, Херейт, с Новым Годом, с прошедшим. Ты что, разлёгся здесь, не могу понять, работай давай, на улицу, выходи, выходи. Там, Катя, никто не живёт, там печеньки, печеньки нет на серии. Господи, ты ещё кто такой, заходи, Игорь. Новый посетитель в нашем отеле, всё, пошли тогда дальше будить. Кто здесь у нас ещё живёт? На втором этаже никто не живёт, значит поднимаемся, Катя, с тобой на третий этаж, давай. Давай я сама разбужу нормально людей, хорошо, а то ты это... Да-да-да, всё хорошо, заходи и нормально буди, Чпунька, давай. Так, Чпуньк. Доброе утро, подъём! С Новым Годом, как дела? Это, по-твоему, нормально? Так я его точно так же разбудил, вот это Херейт. Мне тоже так захотелось. Ага, ну всё тогда, заходи, Чпуньк, заходи, а ты, Игорь, туда внутрь проходи. Ага, всё вот так, пошли дальше будить. У нас там вроде Мия ещё спит, Амочка спит, господи. Сейчас всех разбудим. Подъём, Амочка, давай, хватит валяться. О, здравствуйте, здравствуйте. Нау, да ты сдрысь отсюда, да, господи, что-то такое противное. На улицу выходим, выходим, все, кого мы там ещё не разбудили, выходим. А в туалете спит кто-нибудь? В туалете я не знаю. Малёк, на улицу давай выходи быстро. В туалете вроде банан спит, там его комната есть. Я не ошибаюсь, да, он у нас Гарри Поттер. Вот под лестницей всегда здесь ночует, только я не знаю. Да проходи-то я уже туда дальше куда-то. Вот он, вот он. Доброе утро. Ты что, себя фейерверками убила, что ли? А что, так можно было, что ли? На улицу банан, пошли, пошли. Встречаемся, Катя, возле загона. Давайте, все туда, все туда. В прошлой серии вы взяли просто и слились. Поэтому сегодня вас никто не освобождает от домашнего задания. Идём и дальше достроим нашу поляночку для лис. Едрить его налево. А это что такое? А это я решил всё взять в свои руки, пока вы, наркоманы Петровичи, с Катюхой спали. Конечно, темно, как обычно, в жопе у Крипера. И нифига здесь не видно. Зато смотри, какие я ворота уже успел построить, а? И у нас уже полностью весь забор вокруг нашего загона для лис уже готов получается. Ну вот это красота, конечно. Сейчас, погоди, я за лисами сгоняю. Сейчас мы их уже заведём в их новенький домик. Так ты подожди так, а дом-то ещё не готов получается? Мы же только стены сделали. Там ещё надо сделать. Почти пятизвёздочный отель получается. Здесь у нас и загончик будет. Здесь у нас и какая-то полянка. И водичку, чтобы они пили. И озерко будет. И норка для лис будет. Вот тут прям уже настоящая красота будет. Нет, Катюха, мы с тобой ещё не доделали всё до конца. Да вы кокните этого проклятого Игоря уже наконец-то? Или нет? Чего он за нами ходит уже полчаса? Он меня уже так задолбал, что я просто зеваю и сама кокнула. Давайте, давайте, наркоманы Петровичи. Я понимаю то, что все солны. Я понимаю то, что ночь на улице. Но строить надо. В этих сундуках все самые нужные вам ресурсы. Берите камень, потому что сейчас мы с вами начинаем строить нору. Нору для лис вот здесь. Так, для настроеница, для настроеница фейерверк. Фейерверк окончен. А чтобы лисы могли каждый день принимать ванну, душ, купаться, ну и просто пить, мы построили вот такое небольшое озеро. А теперь вы отправляетесь за водичкой и наполняете быстренько эту яму. Бегом, бегом, побежали, побежали, давайте. Давайте, давайте, давайте. Краски рядом, у нас там океан есть, поэтому это должно всё очень быстро наполниться. А мы пока с тобой, Катюха, будем украшать вот это маленькое озеро вот так вот вокруг. Давайте, давайте, наркоманы. Чем быстрее закончите заполнять, тем быстрее перейдёте на следующий уровень. Дак, а я вам печеньки дам ещё. Не надо, они ещё не доработали. Вот когда всё выполнят, тогда печеньки ими дашь. Тогда заберу печеньки. Забирай печеньки. Молодцы, молодцы, уже нормально заполнили, побежали. Вот это дальше побежали, а мы с тобой, Катюха, вот так вот будем сейчас делать. Кораллы внутрь ещё надо. Вот иди, иди. Такую листву. Да, да, иди за кораллами, за костной мукой, а я буду здесь всё снаружи всё украшать. Быстренько. Всего понемногу. Сейчас напихаем сюда коральчиков разноцветных. Главное, чтобы они не поранились об них. Сейчас ещё костной мукой всё забабахаем. Огурцы не хочу ставить, они некрасивые, понятно? Нормально огурцы эти смотрятся. Не вот это, не выёживайся, а ставь. А я пока всё это заполню здесь тростником. Тростник тоже красиво выглядит. Поставим ещё вот сюда. И в принципе, слушай, ну озеро очень даже симпатичное у нас получается. Вот так пускай это всё стоит. И сюда листу ещё тоже можно в угол вот так запердохать. Ну и всё, сейчас вот этот тростник разрастётся, и нормально у нас искусственное озеро получилось. По фэншуйской книге нужны ещё бамбуки расставить вокруг озера. Оставь эти бамбуки, у нас тростники есть, этого хватит. А, ну ладно, тогда вот огурец один тебе, держи. А сейчас, наркоманы Петровичи, будет самая главная постройка в этом лисьем городе. Мы им будем строить нору, лисью берлогу, называйте это так, как хотите. Она должна быть, ну, не очень такая огромная, короче, это просто должна быть гора из камня. Вот и всё, где они внутри будут жить. Поэтому давайте идите и начинай... Ой, один убежал, ловите, ловите его скорее. Олег, Олег, иди сюда, ага. Вот. Нееет! Да! Ну нет, ну мы... В смысле? Ну я снежная королева, это мои подчинённые. Ты дуримонта снежная, так мы ещё даже не успели достроить город для обычных лисов, ты уже песцов сюда притащила. Ну они же тоже лисы, просто белые. Где ты столько песцов-то вообще нашла, у нас даже рядом снежного биома нет. Это не важно, короче, ну чё, давай где-нибудь их тут пришпандорим, поставь мне чё-нибудь. Это я тебя сейчас так пришпандорю куда-то, ты себе даже не представляешь. Пошла и выпустила их на дикую природу, я не буду ещё один парк строить отдельно для снежных лисов. Пошла и выпустила их. Не, ну ладно, ну и... Ты пожалеешь об этом, ты пожалеешь, уходим, ребята. Я больше сюда не вернусь. А в следующий раз, когда будешь кого-то тащить в наш город, хотя бы посоветуйся со мной, пожалуйста. Да-да-да-да-да-да. Ты одну лису писа этого забыла, иди сюда возвращайся, забирай, а мы с вами, наркоманы Петровичи, давайте берлогу будем строить. Никита, пойдём. Снаружи уже вроде всё готово. Осталось построить здесь внутри, и наша берлога для лис, можно сказать, практически готова. Чё там орёте-то так много на этой улице, убейте уже этих фантомов проклятых. Так, осталось, сюда ещё можно пионы посадить, чтобы здесь была такая настоящая красота. Слушай, а я лианы забыл притащить, лианы ещё можно здесь везде развешать, и вообще будет красота. А зачем вы фантомов на удочку ловите, скажите мне, пожалуйста, вы не сп... Какие лианы, какие лианы, я уже больше не могу, да их просто невозможно терпеть. Ни одну вообще ночь нормально даже построить нельзя. Что там теперь ночью, не существовать что ли здесь? Спать надо, чтобы эти кикиморы летающие ночью нас не беспокоили, а то они спальнятся и дрить колотить каждую секунду. Господи, Хрейда кокнул случайно. Так почему мы не спим-то тогда? Да потому что у нас ночная стройка, мы гастарбайтеры, мы работаем с вами и днём, и ночью. Так, коврики, в принципе, можно ещё сюда поставить. Зайди внутрь, как ты... Ты меня не понял. Ты вообще не понял меня, я не буду больше вообще ничего делать ночью. Я не могу в обществе реально с ними дружить, не общаться, ничего. Иди, зайди внутрь и посмотри, красиво здесь получилось или нет. Мы 20 минут эту берлогу строили, а? Да красиво, да красиво, когда бы иначе это было, ты всегда всё красиво строишь, а вот красиво убивать их фантомов никто не умеет. За это спасибо, да, я старался и вроде получилось приколдесно. Ну тогда, мне кажется, тут ещё пару вещичек каких-то можно настроить для Лис, может какую-то игровую площадку им построить, а потом можно, в принципе, их уже заводить сюда получается. Вот вы пока стройтесь, я куда-нибудь в угол забьюсь и не выйду до того момента, когда день не настанет. Да ты уже задолбала ныть, Кать, вот честно, неужели ты настолько ненавидишь этих фантомов, что ли? А ты их любишь, да, прям всей душой. Ладно, наркоманы Петровичи, вот вам ресурсы, прячьтесь или в берлоге, или продолжайте здесь строить. Катюха, ты иди за мной, а я тебе сейчас кое-что покажу, давай. Ты куда? Пошли, пошли сюда за мной, господи, что вас так много? Там за мной шесть фантомов только что летело, у меня половина сердечка осталась, у меня даже еды нет, выкини еду какую-то. Да ты уже сделай с ней, ааа, целый старт курицы тебе отдала, нет, ааа, верни! А в следующий раз будешь аккуратнее и внимательнее, всё. Да мне кушать нечего, сейчас фантомы нас перерубососят и всё. Господи, а чё ж их так много? Ааа, их, наверное, так много, потому что много игроков на сервере, и они как бы на каждого человека спавнятся, получается. Девять штук курицы. Угу. Ну я щедрый, ты это знаешь. Спасибо, спасибо. Пошли, пока они нам жопу не пооткусывали, быстро сюда за мной, у меня есть некий план, Катюха, который я давным-давно уже разрабатывал. Да какой план, просто убей их и всё. А зачем их просто так убивать, этих фантомов, в ядрёный случай, господи, зачем их просто так убивать, если из них можно пользу какую-то вынести, а? Ты сумасшедший что ли, а? Просто возьми мечом их, убей или там из лука, и всё, какую пользу? Построй это, построй то, сделай это, сделай то, построй ферму того, защити меня от того, убей фантомов, построй загон для лис, построй загон для этого. А когда ты начнёшь что-то строить вместо меня? Всё, пошли. Сейчас я тебе такое построю, Катюха, никогда тебя в жизни больше эти фантомы не потревожат, я тебе отвечаю. А зачем что-то строить мне, если ты всё умеешь? Ты же у меня такой молодец. Вот-то-то оно и было, то, что ты сама вообще не хочешь учиться играть в Майнкрафт, я всегда должен что-то делать, иди сюда. Потому что у меня есть ты. Так, быстро. Чё ты опять строишь, а? Защищай, чтобы меня фантомы эти не били, давай быстро. Ага. Я пытаюсь. Всё вот так, и это самое главное, вспомнить, господи, как это всё строится нормально. А ты, кстати, знала? Ты, кстати, знала то, что вообще существует бесконечная ферма фантомов, а? Ты знала это? Так, получается, ты сейчас её строишь, и только сейчас ты до этого додумался, а не раньше? Да, только сейчас, а не раньше, потому что вот сейчас я... Да сколько, да почему их так много? Мы уже столько штуки купили. Да, только сейчас я додумался, потому что только сейчас они меня окончательно выбесили уже. Она на самом деле очень простенькая Поставили вот эти вот ворота И сейчас их надо все пооткрывать Господи, ты фантомов убивай А я все это буду строить На уровне вот этих вот блоков Тоже надо поставить вот эти вот ворота Отойди в сторону И открывай эти калитки В то время, когда я их ставлю Давай быстро Открываю Что ты орешь-то так В центр ставим одну Вот это один железный забор Вот сам орешь, зато сразу прибежал Все, наверх сюда Если вот эта вода есть, надо разлить 4 ведра воды В каждый угол Давай разливай прямо сейчас Ай, опять кукнулся Ага, молодец В другой угол, давай сразу же И в третий и четвертый И здесь еще открываем И наша ферма, можно сказать, почти готова Это что за волшебство Это она как, почему она не выливается Сейчас, да, я дострою Это на самом деле самая непонятная ферма Но самое главное то, что она работает Сейчас над водой Все это надо огородить Опять вот так вот стеклом Чпунь, сдрызь не отсюда Или я тебя сейчас здесь закрою И вот так вот Все, наша ферма фантомов готова Только пока я ее строил День уже наступил Но ничего, ничего Сейчас, когда ночь опять наступит Мы с тобой, Катюха, это все протестируем И подожди, я еще забыл То, что сюда надо поставить люк А сюда надо поставить дверь И вот сейчас она полностью готова Очень интересно, но ничего не понятно Может, тогда пока лис приведем сюда? Иди тогда веди лис А мы с наркоманами Петровичами Еще достроим то, что здесь надо делать Вы, Бэт! Да вы переставайте уже вот эту рыбу ловить Идите строить! Я вам зачем ресурсы-то вообще дал? Бесполезные, честное слово Ну вот и ваш день настал Наконец-то, мои лисятки Че пучишь? Открывай дверь нам скорее Так, давай А, налетела скотобаза Давай, давай, давай Заходи, заходи, заходи Быстро, быстро, быстро Быстро сюда Быстрее, быстрее Господи, как тут красиво, реально. А мы с тобой, Катюха, тогда, получается, опа, здесь спрячемся. А здесь нас фатомы точно не достанут. Так, а они точно отсюда не убегут? Я что-то боюсь за них немного. Ну нет, не должны убежать. Мы здесь им построили всё, что надо для жизни. Мне кажется, здесь им будет очень хорошо. Только мы вот это, только мы ягоды забыли, чтобы они чем-то питались. Ну ладно, это немножко попозже. Ааа, налёт, налёт! Налёт! Так, наркомали Петрович, вы прячьтесь вот сюда в булькер, лисичий. Давай, ты только не выпускайте лисиц, а мы, Катя, с тобой идём на нашу ферму. Давай, быстро вот сюда. Проходи и калитки за собой закрывай. Давай, убегай. Потом с ягодами разберёмся. Давай с этими фантомами сначала. Так, забегай внутрь, вот туда. Забегай внутрь, в эту ферму. Давай, 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 быстрее. Запрыгивай на этот люк, подпрыгивай и люк давай вот это открывай под собой. Ага, всё, да, всё. И стой там, а я куда-то отойду в сторону, и они сейчас на тебя должны будут вот это нападать. В смысле на меня? Ты не беспокойся, всё будет нормально, только вот этих перекокаю и жди там. Да стресните отсюда. Как обычно, я, блин, объект эксперимента. Спасибо. Это да, это да. Ну вот как-то примерно так оно и работает. Подпрыги, подпрыги. Давай, подпрыгай. А ты да пофиг, оставайся там под, под вот этим. Примерно как вот-то. Вот, вот так оно и работает. Они просто потом вот сюда залетают внутрь, застреют среди вот этих всех блоков, и мы их кокаем. И всё, и у меня уже получается 10 фантомов мебран. А у тебя сколько, Кать? У меня всего лишь 5, но я пока ничего не понимаю вообще. Ну тебе не надо понимать, главное, что эта фигня работает. Просто ждём фантомов и кокаем их. Вот и всё. Опа, 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 ещё налетели. Три штуки просто в одном месте сразу застряли. Не, ну это, конечно, круто тут валяться и фантомов убивать тоже круто. Но давай уже это самое, пойдём с лисами время проведём, а? Давай. Мы начнем эту штуку построить. Да, вот именно. Самый... Перный рот! Мать моя женщина! А чё вас много-то так столько? Господи, дай! Короче, в нору эту забиваемся, лисы! Нет, 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 нет! Давай, всё, как лучше. Давай, забивайся, забивайся, забивайся. А, наркоманы Петровичи, отсиживайтесь здесь, да? Мне чё-то вот тоже как-то страшновато, то, что фантомов больше здесь на улице летает, чем нас всех вместе взятых. А они лис-то не кокают, а? Они убьют, не съедят. Вроде как не должны. Да нет, лисам нормально. Вот гуляют даже ночью. Им всё нравится. Поэтому, Катюха, ты это, не переживай. А я тут вот что поняла. Почему Андрей всё-таки мой любимчик? Ты посмотри на него, ты посмотри, ты глянь, он же лиса сам, у него скин, лисы. А-а-а! Ну так, дайди сюда, Андрей, иди сюда за мной. Иди сюда, давай, 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 давай. Ага. Вот, заходи. Давай, давай, заходи. Ага. Всё. С этого момента, с этого момента ты, Андрей, живёшь здесь. Знакомься с теми лисами. А мы, Катя, с тобой обратно внутрь. Давай. Нифига себе, вот это прикол. Он теперь будет жить с нами. Назовём его как-нибудь по-другому. О, да. Субтитры подогнал «Симон»